Никита Михалков Никита Михалков Один из факторов успеха картин Михалкова – это его принципы и стиль работы с актерами. Хорошее кино национальное – это кино, где существует интерес к тому, с кем ты живешь, в каком обществе ты живешь, на какой земле ты живешь, чего ты ждешь, что ты испытал, на чем ты вырос и какова история твоего существования. Насколько ты отвечаешь за это. И если в этом есть твоя заинтересованность и боль, это всегда патриотическое кино. Всегда. Вас выгнали из театрального училища за то, что вы снимались в кино. Вот когда возникла эта дилемма – сниматься в кино или пытаться учиться в училище? А дилеммы не было? Нет, тут была хитрость. Я никогда не рассказывал. Когда я стал сниматься, и меня предупредили, а я уже снимался. Естественно, совершенно из педагогических соображений было принято решение, что меня должны формально исключить, чтобы неповадно было никому, чтобы висел приказ, потом Михалков покаялся и его, Захава, простил. Он меня любил. Но тогда уже у меня возникло такое нестерпимое желание заниматься режиссурой. Я понимал, что если я закончу «Щуку», по советским законам, я должен буду три года отработать в театре артистов. То есть я еще на три года откладываю возможность поступить и учиться на режиссера. И в результате я для себя… Это довольно трудный был выбор, потому что меня исключили и исключили. Все. Я сделал, так сказать, встал по третьей позиции. Ну и пожалуйста. А в это время я ставил в спектакль самостоятельную работу 12 раздневных мужчин с моими однокурсниками. Сколько вам было лет? Мне было 19. Да, и вы ставили… Я ставил этот отрывок, который был настолько, в общем, хорош, как выяснилось, что его решили взять как дипломную работу для актеров. Хотя я уже был, так сказать, изнан. И я даже не удостоился быть моей именно афиши, потому что я был, так сказать, исключен. Я лазил репетировать в окно «Щуки». А вы не пускали в училище? Не пускали в училище. Самый известный в мире русский режиссер. Он вообще, надо сказать, учитель. По большому счету. Не исключая его режиссерских, безусловно, и актерских способностей. Но и он учитель. Я завидую себе. И я завидую всем актерам, которые хоть раз поработали с Никитой Сергеевичем. На мой взгляд, это были минуты счастья. Я хочу сказать, что я попал сейчас в сказку. Я попал к грандиозному режиссеру. Я не знаю, какая будет картина, но удовольствие, которое я испытал в процессе съемок, в виде, как он работает с другими актерами, как он создает эту картину, где ничего не пропускается, где одно связано с другим, где такая фантазия потрясающая, и такое ощущение жизни, ощущение своей страны, ощущение людей, улицы. Пахнет не об этом в прямую речь, но о человеке, который живет тем, что происходит у нас в жизни. Не только у нас, а вообще среди людей, особенно характеров, населяющих, как говорится, нашу страну. Вот этот масштаб, когда объяснить задачу артистам массовых сцен, которые приехали с дома, и, наверное, не очень так хочется включаться в проблемы с 41-го года. И я увидел, как Никита Сергеевич работает с массовкой, в том смысле, что он кричит, мотор, камера, начали, и они испугались, потому что им не объяснили задачи, они не знают, что делать. Вот они стоят в панике, а что делать, куда смотреть? И он всем спасибо, съемка закончена. Смотришь в мониторе, стоят растерянные артисты массовых сцен, потому что они знают, где режиссер, куда смотреть. Я говорю, а почему так? А вот именно так в 41-м году солдаты вели себя в окопах, они не знали. Вот стоит туман, и откуда идут танки, никто не знает, куда смотреть. Откуда, говорю, что делать, как стрелять, никто не был, опыта не был. Никто не берет на себя командование. Мотор, начали, война началась, все, это так же неожиданно, как мотор крикнул у Никиты Сергеевича. Тсс, потянь. Когда он сидит за камерой, давай, 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 вот тут, вот тут, он прям дирижирует. Такое ощущение, что ты поповинный, связан с ним. И абсолютно понимаешь, что он хочет сказать, такое ощущение, что он прям дергает. И ты, наверное, какой-то нервным окончанием чувствуешь, что он хочет сказать, потому что он роль не наговаривает. Он как-то так с тобой налаживает какую-то такую связь. Ты просто отдаешься ему. Руку давай. Давай. Давай, давай. Стоп. Снято. Хорошо, Андрей. Технологии душевного воспитания и душевного движения лучше, чем в нашей школе актерской нет. При том, что Станиславский гений в том, что он придумал систему для средних способностей человека. Но где же видно, чтобы человек почтенный себя, семью позабыл? Для личности далеко не почтенный. Будь справедлив. Постой. Вот, слушайте. Значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? На сколько? Ощупывали друг друга или нет? На сколько возможно? Ориентировались или нет? Вот этому было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать каждое свое мнение. И вы выслушиваете, вы говорите. Тот выслушивает, тот говорит. Вот в чем это, в чем сила Станиславского? Система Станиславского – это система для людей со средними способностями, которые могут их, если они хотят, они могут их развить именно за счет этой системы. Михаил Чехов – другое совсем. Это уже высшая математика. Это уже для тех, кто постиг, кто владеет профессией, но хочет ее усовершенствовать для себя. Великих русских артистов было очень мало. И среди них самым великим был Михаил Александрович Чехов. Его воздействие на зрителя было феноменом, который до сих пор никто не может объяснить. Обычно про таких людей говорят, что они рождаются один раз в сто лет. К сожалению, мы не увидим Михаила Чехова на сцене, потому что нет ни одной съемки его легендарных спектаклей. Только воспоминания, письма, книги. В газетном переулке 3, квартира 5, в январе-феврале 1918 года Михаил открывает актерскую студию. Это начало его второму призванию – педагогики театрального искусства. Основной принцип ее – не играть, а имитировать образ, который играет воображение. Михаил Чехов разыгрывал со своими студийцами огромное количество этюдов, а потом разбирал их. Это была увлекательная, захватывающая работа. Он не преподавал систему Станиславского, он просто делился с учениками теми знаниями, которые почерпнул из личного общения со Станиславским и с Вахтанговым, своим лучшим творческим театральным другом. Вообще, по моему взгляду, профессия актера – профессия женская, даже если это актер Шварценеггер. От количества мышц это не зависит. Во-первых, актер больше всего боится своих коллег, что естественно. А во-вторых, когда он отыгрывает свой кусок, этот его взгляд на режиссера и на всех, кто рядом – это же собачий взгляд. А для меня лично самая главная задача на съемках, чтобы артисты привыкли друг к другу. Для этого есть много способов вместе почитать книги, вечерние чаепития, футбол. Мы, например, на Обломове садились и просто читали вслух. Это было потрясающе. Читали Бунина, никакого отношения не имеющего к Обломову, Чехову, ну и Гончарова, конечно. А через 3-4 вечера начинались вопросы. А что если вот так сделать? А вот это так. У актера очень сильно развит звериный животный инстинкт. Вот, казалось бы, ты уводишь актера в какую-то нужную тебе сторону, а у него свое свербит. Работа не останавливается ни на минуту. Актер как бы идет по следу, ищет. Мне и ночью звонят все время. Когда вначале даешь актеру на пробу сыграть какой-нибудь открытый темпераментный кусок, а он только вчера, прочтя сценарий, сегодня уже лупит его, если у него есть яркий темперамент, наработанная техника, и он думает про себя, вот я сейчас им дам, а на самом деле пуст как барабан. У него внутри ничего нет. Он просто умеет эксплуатировать свои внешние данные и свой профессионализм. А потом, когда вы начинаете вместе работать, и через месяц возвращаетесь к той же самой сцене, решение, которое было найдено уже после первого чтения сценария, то теперь все происходит на абсолютно другом уровне внутренней загрузки. В первый раз актер еще мог обмануть зрителя, но не себя и не меня. В конце же пути много, много поисков, многих поисков, отказов и так далее, он находит нечто такое, что может быть по форме тем же самым, что и в начале, но внутренней и по энергетике, и по концентрации совсем другое. Сейчас мы репетируем одну из очень важных сцен, в которой Андрей Толстой читает любовное признание генерала Радлу, Джей, но посредине письма опускает его и продолжает уже признаваться в любви ей саму. Это очень драматичная и поворотная сцена в партии. И здесь мы ищем ту самую единственную реакцию генерала на безумный сумасбродный поступок Андрея Толстого. Вообще один из методов постепенно подвести актеров к нужному решению, это дать им всем выговориться до конца. Да, это занимает, конечно, больше времени. Но, во-первых, это поддерживает атмосферу на площадке, а, во-вторых, наполняет содержанием требуемый результат. Я могу сказать, что он смотрит, и он играет на пиано, и Джулия здесь, и он говорит, что это? Что это? И он смотрит туда, и его глаза полностью закрыты, там. А его глаза на Джей. И, знаете, это здесь. И вы стоите здесь. Он смотрит на Джей. И он как бы по ее взгляду... Не того актера взял. Да, не того взял. И она смотрит на другого. Есть еще один, нет, есть еще один путь. Ты надо, ты надо, ты надо. Кстати говоря, довольно показательная иллюстрация к слухам о моих диктаторских наклонностях на площадке. Вы посмотрите, какая демократия. Почище, чем удобно. Держи. Смотри сразу, Алеш. Давай. Да. Он знает, как с каким артистом работать. Кому-то надо так, кому-то так. Кому-то кнут, кому-то пряник, кому-то анекдот, кому-то по морде дать. Это у него метод работы, это любовь к артисту. Это не значит, что эта любовь продолжается потом после кадра, что он со всеми артистами носится, как с писанными торбами, ничего подобного. Но в кадре и на площадке, когда это происходит, он действительно их любит. Действительно, он не делает вид, он действительно их любит. Михалков не просто кинорежиссер, он очень известная фигура в российском пространстве, вызывающая бурю равно как положительных, так и отрицательных эмоций. Воплощая в себе свое же определение личности, он через свою сферу деятельности влияет и на другие. Однако же в этой короткометражке мы решили покрыть только один аспект его деятельности – работа с актером. В документальном фильме о том, как снимался сибирский цирюльник, Михалков сказал следующее. «Работая над ролью, актеру не обязательно представлять себе весь фильм в целом. Ему не обязательно знать точное место эпизода в огромном полотне мозаики картины. Это обязан знать режиссер. И здесь только он несет ответственность за артиста. Он должен помочь ему и повести за собой». Говоря об особенно драматических сценах, Михалков Михалков заметил. «Вот в такие моменты режиссер не имеет права экономить себя. Он обязан вселить в актера свою энергию, заставить верить в свои силы, дать ему почувствовать, что он любим и не одинок. Вообще, любовь к артисту – это самое главное средство помочь ему преодолеть непреодолимое. Любовь к артисту освобождает его от необходимости за эту любовь бороться». «Как Вы находите начинающих актеров для Вашего кино?» «Очень просто. Прихожу на мастер-класс, а дальше вот как по сценарию, как сейчас получилось. ШУМ-НОНОМА ИНДЕОСИЧЕСЫЮЩИЬСЬ»»